Дорогие друзья! Первое послание апостола Петра, 2 глава, с 3 и ниже стихи говорят так. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя Слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. 24 ниже. Он, грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Аминь. Такое хорошее повествование апостола Павла, наполненного Духом Святым для каждого из нас. Разумея то, что по воле Бога мы находимся на этом месте, понимая то, что волю Божью, принимая в сердце свое, мы обязаны в жизни исполнять. Для чего? Для того, чтобы прославить Господа в наших сердцах. Как много мы приходим к Господу и знаем только одно Евангелие, Евангелие Прошения. Чего не попросите, будет вам. И человек, ориентируясь на Евангелие Прошения, как бы не хочет смыслом своим уразуметь иных посланий Бога к сердцу своему, как кроме одного «просите» и будет дано. Но Бог, желая говорить к человеку, хочет открыть ему нечто более, нечто более совершенное. Тот путь, по которому эти прошения обетований Божьих могут исполниться в жизни каждого христианина. Слава им навеки! Мы часто приходим в собрание только для того, чтобы свою борьбу со плотью, борьбу со своей плотью принести в церковь. Но Бог желает, что мы, приходя в собрание, приходили в духе пред Ним. Свою борьбу со своей плотью дома делай. А в собрание ты пришел пред величие того, кто достоин славы и хвалы, кто достоин поклонения, пред кем преклоняется все, вся вселенная. Слава им навеки! Это Иисус Христос! Слава им навеки! И часто, приходя в Дом Божий, мы приходим, как рабы, ничего не стоящие, в то время, как каждому из нас Бог подарил спасение. Слава им навеки! И это великое спасение, это дар Божий, который не отдел, чтобы никто не хвалился. Это подарок Божий, совершенный. Бог подарил для каждого человека. И не радия об этом спасении, человек уклоняется от пути Господнего. Но Иисус Христос пришел однажды в этот мир, взявши на себя плоть человеческую. И этим Он показал, что, соблюдая закон, не согрешив, не сотворил ни единого греха, Он победу одержал над властью тьмы греха. Слава им навеки! И одержавши эту власть силу собою, принесшей душу Своего искупления грехов, Иисус Христос воссел одесну и Отца. И сегодня Он является нашим ходатаем. И сегодня ныть пред Богом, нести Ему какие-то нищие жалобы, нести Ему влача свою жизнь пред Ним, не достойно ходя во спасение Его, это стыдно для каждого человека, это стыдно для верующих людей. Но отдать славу Ему, иметь образ спасенного человека, наполненного Духом Святым, наполненного Духом Божиим, это то состояние, которое Бог хочет и с каждым из нас иметь. И Бог ищет, каких Он ищет? Тех, кто хочет прославить Его в Духе и истине. Слава им навеки! Что это за состояние человека, что он может в Духе прославить Бога Всевышнего? Я вам скажу просто. «Рожденный от Бога не грешит». Вы подумаете, как? Написано же, если мы что? Говорим, что не имеем греха, мы обманываем Бога, обманываем самых себя. Но Слово Божие конкретно говорит, что «рожденный от Бога» он не грешит. Каким образом? Надо понимать, что есть «рожденный от Бога» и что есть «нерожденный от Бога». «Рожденный от плоти» есть что? Плоть. Она всегда будет грешной, она всегда будет неспасенной. Но «рожденный от Духа» есть что? Дух. И этому Духу Бог дал повеление властвовать на этой плотью. И когда Дух наш бодр, когда Дух наш господствует над телом, тогда мы приносим славу и хваление. Тогда этот Дух есть избавлением, спасением нашего тела. Тогда мы ходим во свете Его. Тогда мы поступаем и делаем то, что угодно Ему. Когда мы не видим Духа в сердце своем, когда мы свою плоть ставим и смотрим на свои прогрешения, мы смотрим на свой язык, на свое поведение, и наш взгляд унылый, и наш взгляд вниз. И мы ходим и томимся годами, месяцами, не желая перемириться с Богом, не желая взять в тяжество Духа сердце свое, наполняясь спасением Божьим, хвалой и поклонением Ему. А и ходим, и думаем, что длинное время как бы сократит или умолит греховные состояния человека. Но Бог, полагая на сегодня, камень краеугольный. Камень, который отвергли строители, но камень, который крепко утвержденный на земле. Камень испытанный. Что за испытание прошел этот камень? Когда все тяжести мира, греха, болезни и всех последствий, их давили на этот камень, и этот камень не разломался, он оставил твердое основание. Этот камнем был Иисус Христос. Слава Ему навеки! Иисус, это тот камень, на котором мы строим свою веру в Бога. Это тот камень краеугольный, имеющий углы не только на земле, а угол и в небо. И вот этот угол с неба пришел на землю, чтобы нас возвести туда, в Дом Божий. Слава Ему навеки! И вот это строение Божие, камень краеугольный. Иногда мы стыкаемся углами в семье, на работе. Иногда эти углы очень острые бывают. Но когда эти углы сопротивления посещает третья линия Божьей линии, краеугольный камень, третье пространство, оно пронизывает, и с этого строения получается камень, что-то твердое, основательное, согласие, именуемое. И тогда мы можем устрояться в Дом Духовный. Сегодня Бог предлагает нам в Церкви Иисуса Христа как камень. И Он говорит Петру, на сём камне Я воздвигну церковь свою, врата ада не одолеет её. Какое исповедание исповедал апостол Пётр пред Господом. Ты Иисус Христос, Сын Божий. Аминь. Вот это твёрдое основание исповедания имени Иисуса Христа, оно делает твёрдым и мощную нашу веру, а без веры Богу угодить невозможно, и без веры победить мир невозможно. Но вера в Иисуса Христа, эту силу, которая пришла на землю, победила лукавого, и которую Он оставил для нас, я все с вами, до скончания века. Это не то состояние, которое мы говорим, Господи, приди к нам. Господи, подожди. Господи, благослови нас. Это не то состояние. Это не то состояние, Господи, мы такие немощные, малые и слабые. Это не то состояние. Но это то состояние, которое Иисус Христос сказал, «Прибудьте во мне». Мы изменили слово, мы поменяли одно слово и просим Господи, «Прибудь с нами». А Христос говорит, «Прибудьте во мне». И если слова мои прибудут у вас, чего не пожелаете, просите, и что? Будет вам. Аллилуйя! Будет вам чего? Попросите, будет вам. И вот этот камень строения Церкви Иисуса Христа, он утвержденный на чем? На исповедании имени Господня. Много духов придут в мир лжепророков. И мы будем открывать глаза и смотрим, откуда же они придут, из-за кафедры или нет. Но сегодня много духов приходит в сердце человека, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Сегодня весь мир празднует рождение Иисуса Христа. Много знаний о том, что Иисус явился, о том, что Иисус учил, это действительно так, факт. Но не верить, что Иисус Христос пришел во плоти. Верить в Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это исповедовать, что твой грех прощен, и ты спасен. Слава им навеки! Вот это исповедание, сила исповедания эта, она побеждает человека. Оно в человека возрождает новую силу, нового человека, который способен идти за Иисусом Христом по его дороге, славя и благословляя имя Господа. Слава им навеки! И вот исповедуя Иисуса Христа сердцем своим, не обстоятельствами своими, нет, но сердцем своим исповедуя Иисуса Христа, мы твердо верим. С нами Бог! Аминь! Эммануил! С нами Бог! Эммануил! И творя добро каждому бедному, несчастному, или другу своему, или кому бы то ни было, мы с этим именем работаем. Это имя работает в нас, и славу мы даем этому имени, и награду от этого имени мы получим там, на небесах. Я полагаю, камень краеугольный, испытанный. Это не только лестно и прекрасно, но это камень соблазна. Это камень неверия, это камень притыкания для одних, для кого? Для неверующих. Сравните мою ситуацию в моей жизни, которая произошла со мной. Четыре года назад я пришедший домой, один момент, и я стал инвалидом. У меня обнаружили множественные воспаления головного мозга обоих сфер, множественные такие точки, темнота, опухоли маленькие. И за четыре месяца, сделав одно МРТ, или МРАЙ, другое, увидели прогрессию этого заболевания. Я человек, который мог говорить, я вдруг не могу слова вспомнить. Я человек, который мог что-то сделать, у меня потерялась всякая профессиональная деятельность. Я не мог понимать, как это, что, где, что со мной творится. Я перестал видеть время, для меня времени не существовало. Был вечер, и было утро, и все, и я не знал, сколько времени прошло. А ты был я такой человек. И посоветуюсь с женой, я говорю, давай мы это сокроем от всех. Я не хочу, чтобы со мной страдали и другие люди. Я не хочу, чтобы я, мама страдала, моя теща страдала. Я не хочу, чтобы мои дети страдали. Если Бог это допустил для меня, я хочу пронести. Если Бог не исцелит меня, в этом я не вижу никакой проблемы. Но верить Богу я буду все равно. Я буду надеяться на Господа. И вот это твердое слово, оно вошло в мое сердце, надеяться на Господа. Я не ожидал исхода никакого, но я надеялся на Господа. В то время, когда каждый мог сожалевать о мне, моя жигна стала тем покрывалом, который сокрыл меня от всех окружающих. Все видели многое перемены. В моей жизни я отец, я дедушка, рождение внуков приходит, а у меня силы нет в руках, чтобы на руки взять. Я как бы нормально хожу, как бы нормально выглядываю, но силы нет у меня. Я не знаю, как пить воду временами. Я не знаю, что, кто пришел ко мне временами. Временами проясняется, и я понимаю, что я что-то есть пред Богом. И приходят сомнения, приходят ветры, и начинают дуть на слово Господне. А ты же верующий, а ты же проповедник. Как это могло так случиться именно с тобой? И от этой ветры начинает гонение на слово Божие, которое посеяно в моем сердце. Но я сказал пред Господом правду. Господи, я тебе служил не за здоровье. Я тебе служил не за благословение, которое ты даврал мне в жизни. Не за богатство. Я не служил тебе, что ты будешь охранять меня. Нет, нет, я служил тебе чистой совестью. И как будет, я согласен на все. И однажды, будучи на речении, имея свободный день, записав адрес на бумажке, дал водителю, попросил его, что он высадил, где наши друзья евангелиционные собрания проводили. Они бы ехали с семьей, купили там дом и там построили церковь. И они там были, мои друзья. Я пришел, они урадовались. И говорят, брат Владимир, как хорошо, что ты пришел. Мы тебе слово дадим. Я говорю, братья, я не проповедую. Ну как? Ты скромничаешь? Разве люди, которые проповедуют, не могут даже что-нибудь сказать? Такая простая церковь, но уверовавшие только. Неужели у тебя нет слова? А у меня действительно не было слова. Евангелие я не помнил. Сознание, понимание Евангелия у меня осталось, а памяти Евангелия совершенно нет. Я читаю стих, я его прочитал, я не помню, что читаю. Когда читаю, я понимаю, что читаю. Прочитал, я забыл. Вот такая короткая память. И моя жизнь, что сделать в таком состоянии? И я просто пришел в собрание и думаю, ну раз так они на меня налегают, я привет передам от церкви. И этого будет достаточно. Но случилось то, что сидя вот так, как вы сидите, это была тишина. Молодой проповедник, который покаялся, он не имел слов, набора слов проповедовать в Евангелии. И он открыл, песник открыл и выбрал там песню, которая ему понравилась. И он не читал его как стихотворение, но читал его как проповедь. Медленно, уверенно. И я так внимательно слушал и похвально отозвался об этом. Думал, вот как хорошо. Ничего лишнего не говорит. Все выверено, все так, как в песне. Все, слово не выкнешь, все хорошо. И в это время, в это время я слышу голос. Никогда со мной такого не было. Мы слышим голос Евангелия многократно, многообразно. Бог говорил нам через различные ситуации. Но это слышу голос я в сердце. И голос говорит мне. Бог задает мне вопрос. Хочешь ли ты быть здоров? За ним другой вопрос. Будешь ли ты возвещать Слово Мое, которое я открою тебе? Я говорю, какие проблемы, Господи? Это слово так прошло. Тот проповедник сошел. Следующая моя очередь как бы проповедовать. Потому что должно быть, причастие должно быть. Я вышел, чтобы передать привет. Я вышел. А ни одного слова не могу вспомнить. Как передается привет. И такой жаль. Сердце меня обнял. Но я же когда-то говорил. Слезы. И я начал плахать за кафедрой. И никто меня не мог забрать оттуда. Я стою и плачу. И они не понимают, что со мной творится. Потому что они не знали о этой ситуации, какой болезни. Я был ворожен. И вот я стою. Не знаю, сколько это времени было. 20 секунд. Полминуты. Более-менее. Не знаю. Но я плачу. И открывается мне разум мой. И я вспоминаю этот стих. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. И когда я произнес это слово, открывается другая мысль. Я последую этой мысли. Я цитирую это слово Божие. Я цитирую то, что я сказал. Я не понимаю. Я вижу, что это слово производит некое действие в народе. Все плачут. Всхлыпают. Рыдают. А я не могу понять, отчего. Потому что у меня нету смысловой проповеди, чтобы я мог понять, что вот проповедь так говорит. Я это не понимаю. И когда я вот это говорю, они наполняются Духом Святым. Бог их обличил. И с того времени Бог вселил в меня силу свою. Я почувствовал в руках свою силу. Я мог держать уже в руках что-то. Я уже мог нести ведро. Я уже мог. И как Бог, открывая мне слово свое, Он вел меня в жизнь. Слава Господу. Из растения. У меня не было голоса жена, чтобы услышать меня, прислушивалась, наклонялась ко мне. Почему я так тихо говорю? У меня не было голоса для пения. Я ходил в собрание. Я открывал рот, но петь я не мог. И Бог возвратил мне и это. Слава Господу. Я не видел, я не мог созерцать. Мой мозг не воспринимал. Я одну деталь мог видеть, а другие детали, которые рядом стоят, не мог видеть. Это было трудно для жены. Когда она ставит тарелку и ложку, тарелку я вижу, а ложку я не вижу. И она должна была мне в руку дать ложку, чтобы я мог кушать. Я пред Господом стоял и молился Ему. У меня не было слов молитвы в то время, когда я был в таком состоянии, но только Духом Святым я мог на иных языках говорить Богу. И когда не было, когда была бессонница, когда я не мог спать, я просто молился Духом Святым, потому что на устах моих была короткая молитва. «По Господи, славлю Тебя за то, что Ты дал мне жизнь». И больше я ничего не просил, ничего не хотел от Бога. Я надеялся, что Бог заберет меня к себе. Но так вышло, что Бог позаботился о мне. Что Бог спросил меня, хочешь ли быть здоров? Неужели эта просьба не могла быть из моих уст Богу? Но Бог посмотрел мне, что хочешь ли быть здоров? И сегодня свидетельствую перед вами, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что настала новая эра. Эра-та-та, такая, которую Бог хочет каждого из нас. Каждого из нас. Он хочет близких отношений. Он не хочет таких отношений, как аккумулятор включил, зарядил, ушел и сел. Нет, Господь хочет постоянного пребывания в Духе. И это нетрудно. Когда мы молимся на иных языках, когда мы не знаем, о чем молиться и как молиться, сам Дух что делает? Он ходатайствует, Он совершает ту работу, вы не знаете о чем, и никто не знает. А Дух это знает и Он делает. И Он, как ангел-хранитель, Он исполняет то, на что благословение Бога открыто. Дорогие друзья, вот этот камень Иисус Христос, это основание твердое, которое Бог положил в наших сердцах. И сегодня нам надо проверить, какие мы живые камни для Бога. Какова наша форма наших камней? Может, наше сердце, наш камень, который нужен для строительства, он совсем круглый, его куда ни помести, он скатывается, он никак не может войти в строение Божье. Может, наш камень, он насколько мягкий, что он вбирает в себя очень много мира, влаги этой. Может, он настолько мягкий, что он меняет свою форму под давлением, обиды или гонения, или что-нибудь в жизни, и оно меняет твою форму. Какой ты камень? Сегодня Бог хочет спросить тебя, и Бог хочет сделать из тебя этот камень, который мог бы приносить, который мог бы быть в строении Господнем, приносить вот эти жертвы, благоугодные Богу. Сегодня Бог хочет поднять нас на иной уровень, уровень славы своей. Он хочет явить славу свою для нас, и посредством Слова Своего он хочет это сделать. Нет иного метода. Мы иногда ждем, что Бог наполнит нас Духом Святым, а апостол Павел что говорит? Исполняйтесь Духом Святым. Не упивайтесь вином, но что? Исполняйтесь Духом Святым. Как это сделать? Мы часто поем песни, но не для того, чтобы наполниться Духом Святым. Мы часто слушаем хвалебные пения и говорим, как прекрасно они поют. Но эти песни, они даны для чего? Для того, чтобы наседаться, чтобы наполняться Духом Святым. И когда ты наполнен Духом Святым, ты иешь победной жизнью. Слава ему навеки! Когда я открываю книгу пророка Исаии, 59 глава, 21 стих, там говорится о таких словах. Вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на Тебе, и слова мои, которые я обложил в уста Твои, не отступят от уст Твоих и от уст потомства Твоего, и уст потомков потомства Твоего, говорит Господь, отныне и до веки. Аминь. Это может быть хорошее пожелание на Новый год? Нет, это хорошее пожелание на ваш род, на ваше поколение. Дух, который в Тебе. Что сегодня мы можем сказать о Духе, который во мне, как отце семейства? Что мы можем сказать об этом Духе, который живет во мне? Насколько Он свободно владеет моим телом? Насколько Он владеет моей жизнью? Не это ли есть препятствием жизни нашей? Не это ли не есть препятствием того, что благословение Господне не передается из рода в род? А здесь говорится о завете. То есть, завет – это заключение контракта между Богом и нами. Дух, который в Тебе, и слова, которые я вложил в сердце своем, не отступят. Но если сегодня пустое наше сердце, если сегодня мы не наполнили истиной Божией, если сегодня не наполнено хвалой и поклонением Богу наше сердце, то есть, что мы можем передать другим? Свои невзгоды, свое непонимание, свое неустройство в церкви? Или Дух жертвенности? Дух, который встроенный в жертвенник Богу для служения Богу живому? Дух, который наполняет, когда всегда радостный, который все переносит? Это Дух, который наполняет сердце наше, который воспламеняется от Духа Божьей, от славы Божьей. И мы, взирая на славу Божию, преображаем, как в зеркале преображается тот же образ, как от Духа Господня. Слава Господу! Вот этот Дух, который наполняет наши сердца, этот Дух, который никогда нас не оставит, Он всегда будет с нами и будет в нас, говорил Иисус Христос. Это Дух, которому мы доверяем свое сердце, это Дух, которому мы открываем свое сердце, Он ведет к жизни вечной. Слава им навеки! Сегодня много людей, которые жаждут правды Божьей, и Слово Божье говорит, что они насытятся. Но сегодня много сердец, которые жаждут и не хотят пить, голодают и не хотят есть. Потому что каждый, кто жаждет, что он пьет воду живую, и та вода, которую он пьет, в нем делается, что? Источником воды, текущим в жизнь вечную. Слава Господу! Эта вода влечет, толкает его к жизни вечной, но если он не пьет, он засыхает, как та ветвь, и не может принести плода. Бог хочет сегодня каждого из нас благословить. Господь хочет нас влить в новый Дух, Дух, который несет с достоинством, это святое имя, которое преклоняется пред этим святым именем. И мы будем молиться, и мы будем произносить слова молитвы Господней, которые Господь научил нас, Отче наш. Это слово, которое идентифицирует наш, кто мы есть, дети Божьи или нет. У Бога нет такого, что согрешил, и ты уже не Его сын. Если ты сын, если ты уверовал, если ты познал, если ты принял Иисуса Христа, и веруешь в имя Его, Он дал власть, слава Ему навеки, быть кем? Детем Божьим. Халилюя. Детем Божьим быть. Это власть. Это не ощущение. Это не свидетельство. Но это власть. И эта власть сопровождает тебя во все дни жизни твоей, слава Ему навеки. Рожденный от Бога, он грешить не может. Он верный, он хранит себя, и лукавый не прикасается, к Нему благословен Господь. И сегодня, друзья, когда мы идентифицируем себя, как дети Божьи, что мы говорим? Да святится что? Имя Твое. Да святится имя Твое. Если вы раньше просили, Господи, прибудь с нами, то сегодня что? Мы светим это имя, и говорим, Господи, я вижу двух-трех, и я знаю, что Ты среди нас. И я благословляю имя Твое, Святое, я прославляю, я наполняю сквалы, потому что верен Ты. Аминь? Что мы делаем? Мы благословляем Господа, мы светим это великое имя. Мы не говорим, Господи, я такой несчастный, такой вот пришел, и не знаю, как быть перед Тобой, сохрани меня, дай, чтобы я не упал там, и другие вещи такие. Говорим, что сами не веруем в это. Но мы благословляем Господа, мы это имя превозносим, мы хвалим Его за Его верность, за Его обетование, и этим мы наполняемся Духом славы, Духом хвалы, слава Господу. И поэтому, дорогие друзья, сегодня особое служение, служение, в котором Бог хочет говорить каждому сердцу, Бог хочет восстановить наши камни в служении Богу живом, Бог хочет использовать наши таланты для служения Ему. Бог хочет, и да будет Ему слава вечная. И поэтому, склоняясь своей коленой, мы будем просить Господа, мы будем благословлять Господа за то, что мы живем в Его благословении, ибо все посылаемо от Него, им и для Него, слава Господу. И поэтому, совершенно уповайте на что? Молимую благодать, просимую благодать, на какую благодать совершенно уповайте? Подаваемую вам, в ком явление Иисуса Христа. Слава Ему навеки! Вот эта истинная благодать, которая исходит в сердце человека, и она наполняет сердце огнем, огнем любви к Богу, огнем любви к ближнему, огнем служения к Богу живому. Слава Ему навеки! Слоняя колено, мы будем молиться. Благословенцы слова, Тихий царь, шахте! Благословенцы слова,